Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Вдвое больше заболевших коронавирусом. В Северном Казахстане зафиксированы новые случаи COVID-19. В списке заразившихся есть дети. Дома не сидится. Полицейские усилили патрулирование закрытого на карантин Петропавловска, что грозит тем, кто вышел на прогулку. Призвать военнообязанных на специальные сборы. Об этом объявил глава государства. Кого призовут и какую работу будут выполнять военнообязанные? Количество инфицированных COVID-19 в Северном Казахстане увеличилось вдвое. По состоянию на 16 часов 3 апреля их 18 человек. Это 14 жителей областного центра, двое Казалжарцев и столько же из Таиншинского района. Сейчас у всех удовлетворительное состояние. Об этом журналистам рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование по установлению круга контактных лиц. Подробности в материале моих коллег. Плюс 4 случая за 4 часа. Такова статистика заболеваемости в регионе. Из 18 лабораторно подтвержденных случаев 2 выявлены у детей до 14 лет. По возрастному составу 5-5 лет 1 случай, 6 лет 1 случай, от 15 до 19 лет 1 случай, 20-29 лет 3 случая, 30-39 лет 2, 40-49 лет 5 случаев, 50-59 лет 4 случая, 60 лет и старше 1 случай. Лечение все они получают согласно протоколу. Ведется работа по установлению контактных лиц. Также стоит отметить, что сейчас развернуты койки в провизорных стационарах, как в областном центре, так и в районах. В системе здравоохранения Северо-Корстанской области имеется 135 койек для лечения коронавирусной инфекцией. Из них это 65 койек в первой городской области и другие три объекта. Также имеется 165 койек провизионного стационара на территории многопрофильной городской больницы, закрепленной за первой городской больницей. Также имеется в Габитам-Усрепово и в районах Жумабаева. Кроме того, в области есть запасная система на 600 человек. По мере необходимости регион получит их в нужном количестве. Для получения результатов анализов есть три прибора. В среднем они готовы за 6-7 часов. Имеется 4 реанимации в первой городской больнице, 4 реанимационные койки взрослые и одна реанимационная койка детская. Имеется соответствующие 5 аппаратов ИВЛ. Дополнительно, благодаря поддержке Кима Северо-Корстанской области Аксакова Кумара-Гибайча, закуплено 5 аппаратов ИВЛ экспертного класса с интеллектуальной программой. Известно, что одна из инфицированных за последние сутки – 87-летняя женщина. Она контактировала с дочерью-медработником, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Сейчас они лежат в одной палате. Состояние обеих удовлетворительное. В регионе на 3 апреля 10 очагов инфекции. Медицинских работников коронавирус выявлен в четырех случаях. Это Козылжарский район 1, Тайеншинский 1 и в городе Петропавловске 2. При обследовании контактных лиц по эпидемиологическим показаниям у шести случаев подтвержден коронавирус. Это два случая в Тайеншинском и в городе Петропавловске 4. И совершенно самостоятельно прибывшие из Египта, прибывшие из Кургана и из Умска, тоже три случая. Кстати, причинами такого распространения COVID-19 специалисты называют географическое положение региона. Ведь через Северный Казахстан идет большой транзитный поток. А еще и беспечные жители области, которые до сих пор так и не поняли, что единственный вариант не заболеть – это самоизолироваться. Нужно отметить, что из-за введенного карантина в городе будут закрыты все частные стоматологии. Так как зубные врачи имеют очень близкий контакт с открытыми слизистыми. А кабинеты МРТ и КТ напротив работать будут, но с усилением санитарных мер. Дарья Пышмынцева, Алена Хан, Вадим Пятков. Новости МТРК. Последние несколько дней информация о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе меняется быстро. Все последние сведения, связанные с COVID-19, вы найдете на нашей официальной странице в Инстаграме и других социальных сетях МТРК. А мы продолжаем. Стать ближе к общей цели на расстоянии в метр, а лучше несколько. Санитарные врачи напоминают жителям области о необходимости соблюдения дистанции во время походов за продуктами. Лишней она не будет и в других общественных местах. Их посещение в период карантина нужно свести к минимуму. Банки второго уровня нашли выход из сложившейся ситуации и предложили своим офлайн-посетителям новый формат обслуживания. Какой, узнаете далее. Принято решение о введении карантина на территории города Петропавловска в ночь с 0.00 3 апреля. Главная задача карантина – это прервать цепочку распространения вируса. Карантин подразумевает полную самоизоляцию. Город будет жить по новым правилам и они должны быть четко соблюдены. Мы сегодня боремся с невидимым врагом. Это временные трудности. Если мы будем дисциплинированными, то обязательно преодолеем эти преграды. Все, что для этого нужно – не покидать стены дома без острой на то необходимости. Судя по полупустым улицам областного центра, большинство петропавловцев поняли всю серьезность происходящего и прислушались к словам главы региона. Уже несколько недель специалисты профильных ведомств объясняют севроказахстанцам, почему дом в нынешней ситуации – самое надежное и безопасное место. Подробно рассказали о ней о том, как вести себя за пределами родных стен. Например, во время походов за продуктами. По 15 человек набиваются в придомовые объекты торговли. Это громадный риск контакта. Люди не понимают, даже находясь в объектах продовольственной торговли, что безопасное расстояние при нахождении в очереди – это не менее двух метров. Эту дистанцию также важно держать во всех общественных местах. Такими до 3 апреля именно с этого дня в Петропавловске вели карантин были банки второго уровня. Их посетители теперь стояли сидя. Такая возможность сегодня есть. Будут ждать своей очереди на свежем воздухе перед зданием. Но ни в коем случае не внутри. Это вынужденная мера. Связана она с безопасностью горожан. Напоминаем, что люди преклонных лет, находящиеся в группе риска на период карантина, должны оставаться дома. Я пришел в банк, чтобы оплатить кредит. Людей запускают по одному в связи с карантином в Петропавловске. Цель безопасности организована, все сделано. И смотрю, в каждом банке вот такая вот ситуация происходит. Люди ожидают свою очередь на улице. За порядком рядом с городскими филиалами банков следят полицейские. Они же помогают их сотрудникам контролировать соблюдение дистанции среди посетителей. Виктория Петухова не выходит из дома без острой необходимости. Владелица ИП пришла в банк, чтобы решить один из насущных вопросов. Занимаемся продажей автозапчастей. Запчастей на технику, на автобусы. Вот пришлось сейчас закрыться. Нет поступлений, нет платежей. Пришла в банк написать заявление, чтобы дали отсрочку на кредит. Не прошло и 10 минут, как Виктория вышла из банка с положительным результатом. Напомним, на время действия режима ЧП, введенного в Казахстане с 16 марта, казахстанцы получают отсрочку по кредитам. Дарья Пашмынцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Можно ли выехать на дачный участок? Какие объекты работают в областном центре? Как попасть в больницу, если человек живет от нее на другом конце города? С введением карантинного режима на представителей местных исполнительных органов обрушился целый шквал вопросов от населения. Поэтому ежедневно специалисты активно ведут информационную разъяснительную работу. На эти и другие вопросы они ответили в ходе очередного брифинга службы центральных коммуникаций. Как жить североказахстанцам в новых реалиях, расскажем далее. Последние две недели все областные и городские службы работают в режиме нон-стоп. На данный момент Петропавловск закрыли на карантин. Большая нагрузка сейчас легла и на полицейских. Патрулирование улиц, дежурство на границах города. Кстати о них. В период с 00 часов ночи 3 апреля в областной центр въехали 103 машины, в которых находились 182 человека. Есть факты отказа в проезде. Значит 67 фактов было отказано в проезде по 5 блокпостам. Аналогичная работа проводится и в районах нашей области, где созданы и функционируют уже 25 блокпостов, которые конечно в первую очередь руководствуются постановлением главного санитарного врача нашей области. Но несмотря на карантин и сложившиеся трудности, все социальные выплаты сверхзахстанцы получат вовремя и в полном объеме. На базе управления координацией занятости создан колл-центр. Телефон 46-73-39. Работает он с 9 утра до 12 вечера. На поступающие вопросы мы стараемся отвечать в свое время. Сейчас многие обеспокоены вопросом, как добираться до места работы во время карантина. Работодатели должны обеспечить своих работников транспортом. Надо просто к одному прийти, чтобы понять, что карантин объявлен, и он направлен на то, чтобы как можно больше было самоизоляции, как можно меньше контакта. И одна из мер, конечно, это то, что общественного транспорта нет. А еще многим непонятно, какие магазины и аптеки считать в шаговой доступности, и можно ли приобретать необходимые товары не только в ближайших точках продаж. Пошаговая доступность – это, проще говоря, общее выражение нет конкретное, что пошаговый магазин относится к таким-то, расстояниям такой-то. То есть это те, которые находятся рядом, проще говоря. Мы вообще предполагаем сейчас город разделить на некоторые зоны. Порядка шести зон, возможно, город будет разделен. Почему, говорю, возможно, потому что ситуация каждый день меняется. И мы вынуждены на ходу принимать решения. Буквально сегодня уже обдуман, чтобы город разделить на несколько секторов. В этих секторах будет находиться все необходимое для жизнедеятельности людей. То есть магазины, аптеки, все, что не закрыто, оно будет в этой зоне находиться. Таким образом, люди могут в этой зоне пользоваться всеми необходимыми возможностями. То есть посещать магазины, ходить в аптеки, получать какие-то там, даже на транспорт и двигаться только в рамках этих зон. Пандемия коронавируса самыми востребованными товарами сделала медицинские маски и антисептики. И если такие запасы есть уже у каждой семьи, то лекарства, которые могут понадобиться внезапно, к примеру, среди ночи, во время карантина можно не найти. Ведь работает только одна круглосуточная аптека. Ситуация каждый раз меняется. Вопросы возникают, мы будем ситуацию изучать. Если есть необходимость и будет возникать, что надо еще открывать, мы будем, конечно, переговоры с аптечными пунктами вести, чтобы они увеличили. Или к ним отдельно будем подходить, чтобы они могли работать. Мы сейчас все работаем не в стандартной ситуации. Еще один из часто задаваемых вопросов – можно ли передвигаться по городу на собственном автомобиле. Если тот единственный человек, проживающий в 20-м микрорайоне, а ему нужно ехать в детскую областную больницу, почему бы нет? Он имеет право проехать туда. Но опять же, соблюдение всех норм и требований карантина. Также горожан беспокоит тот факт, что квитанция о задолженностях по коммунальным услугам до сих пор разносит по домам. Ведь если специалист окажется зараженным, он несет большую угрозу. Этот вопрос мы там обсуждали. Сейчас он на рассмотрении стоит о том, чтобы временно либо приостановить, либо изменить форму работы. Мы об этом знаем сегодня в 9 утра. Я их всех собирал, и они как раз-таки эту мысль уже высказывали. Тем не менее, остановить распространение COVID-19 можно только общими усилиями. Поэтому специалисты еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать режим карантина и оставаться дома. Дарья Пашмынцева, Алена Хан, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Покинуть или въехать в областной центр жителям региона будет возможным еще и 3 апреля. Об этом в четверг заявил главный санрач области Сирикбай Космокасов. Люди, приехавшие в Петропавловск и по какой-либо причине не сумевшие покинуть его, а также те, кто наоборот хочет въехать в город, смогут сделать это сегодня в течение всего дня и до полуночи. После 12 часов ночи пересекать границы блокпостов североказахстанцам будет запрещено. Будут передвигаться спецправоохранительные органы, службы ЧАЭС, предприятия, осуществляющие доставку продуктов питания. И да, первые необходимости, там СЭС, там строительный материал, такие предприятия еще будут работать. Но я еще раз говорю, горожане уже не смогут покинуть город Петропавловск или въехать на территорию города Петропавловск. Важное поручение главы государства. В период ЧП отдельные категории казахстанцев обеспечат продуктовыми наборами. Их предоставят детям от 6 до 18 лет из семей, которые получают АСП. Инвалидам первой, второй и третьей группы всех возрастов. Детям с ограниченными возможностями не старше 16 лет. Также на такую помощь от государства могут рассчитывать родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом. Безработные граждане, которые официально зарегистрированы в центрах занятости. Продуктовые наборы в Североказахстанской области получат почти 34,5 тысячи человек. На эти цели из республиканской казны выделили больше 575 миллионов тенге. Стоимость продуктового набора составляет 2 МРП. За данными продуктовыми наборами никуда обращаться не надо. Никаких заявлений писать не надо. Выдача будет осуществляться в денежном эквиваленте. И всем перечислят на лицевые счета. В настоящее время уже начато перечисление средств детям от 6 до 18 лет из семей малообеспеченных получателей АСП в сумме 6,9 миллионов тенге. Данный вид помощи уже у нас получили 1366 детей. Время предупреждений и разъяснений прошло. Те, кто нарушает режим карантина, будут наказывать по всей строгости закона. Бесцельная прогулка по улице может обернуться штрафом в почти 26 тысяч тенге или административным арестом до 15 суток. За порядком в областном центре следят около 540 человек личного состава. В период карантина число патрульных увеличили вдвое. Подробности далее. Конституция Казахстана – одна из самых оживленных улиц Петропавловска. Была, опустила за день. Ни пенсионеров, ни мам с колясками. Молодежь тоже сидит дома. С 3 апреля Петропавловск закрыт на карантин. Никаких салонов красоты, ресторанов и походов в гости. Выходить можно только в продуктовый или аптеку. Но они должны находиться возле дома. Отправиться за булкой хлеба на другой конец города не выйдет. Стражи порядка имеют право сопроводить вас до дома или магазина, чтобы выяснить, действительно ли вы выбрали объект в шаговой доступности. Вы на работу или так? Мы домой идем. Кому идете? Откуда вы с ней проживаете? Выйти из дома можно, если вы направляетесь на работу. Но при себе нужно иметь удостоверение личности и справку с места трудоустройства. Ни первого, ни второго не было на руках у этого молодого человека. Куда он находится? Там. Да и объяснить, для чего он вышел из дома и куда направляется, парень не смог. Разговор со стражами порядка был недолгим. Время разъяснений и предупреждений прошло, говорят сотрудники. Пора переходить к более жестким мерам. Нарушителя оформляют и везут в отдел полиции. Здесь уже собралось немало его собратьев по статье. Все они нарушили режим карантина и находились на улицах без причин. Среди них Сергей Рыженков. Говорит, правила самоизоляции обычно не нарушает. Но чтобы получить выплату как безработному, направился в отдел занятости и соцпрограмм. А он оказался закрыт. Напомню, у трех его сотрудниц недавно обнаружили коронавирус. Оттуда возвращался по конституции Казахстана. Меня остановили сотрудники полиции на перекрестке. Без правки, получается, без причин находился в городе. И таких здесь немало. За ночь, говорят стражи порядка, зарегистрировали около 15 фактов нарушения карантина. Днем еще больше. Наша съемочная группа находилась в отделении около часа. За это время оформили больше 15 нарушителей. За свою прогулку теперь придется отвечать по всей строгости закона. За несоблюдение режима чрезвычайного положения предусмотрена административная ответственность по статье 476. Санкция предусматривает предупреждение. Административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Либо административный арест сроком до 15 суток. Наказание выберет суд и, не отходя от кассы, служители Фемиды на месте выносят приговор виртуальном. За нарушение режима чрезвычайного положения в административной позиции. Наказывать будут всех нарушителей режима карантина. Если по улице гуляют несовершеннолетние, штраф заплатят их родители. Пополнить казну таким образом придется и петропавловцам старше 65 лет. Напомню, пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции и быть дома. Выход на улицу может обернуться не только риском для здоровья, но и штрафом в 26 тысяч тенге. Дешевле, а главное, безопаснее сидеть дома. И все эти правила касаются не только пешеходов, но и водителей. На личном автомобиле можно выезжать на работу, за продуктами и в аптеку. Агири Мукашева, Вадим Питков, новости МТРК. С 3 апреля Петропавловск закрыт на карантин. Зеленый коридор организовали только для работников госорганов, акиматов, больниц, коммунальных служб, полицейских и грузов, перевозящих продукты первой необходимости. За соблюдением режима на блокпостах следят полицейские, специалисты СС и медработники. Накануне мы говорили о шести из них, расположенных возле пригородных сел. Из-за введения карантина произошли некоторые изменения. Два блокпоста, которые стояли у села Петерфельда и Якоря, теперь объединили в единый. Его установили на бывшем посту ГАИ Мамлютка на выезде из Петропавловска. Перенесли пункт контроля из села Березовки в поселок Солнечный. Кроме того, блокпост, находящийся до недавнего времени у села Пеньково, переместили ближе к Омскому кольцу, где ранее был пост ГАИ Северный. Отмечу, стражи порядка ужесточили пропуск для проезжающих. Функционирует на территории города Петропавловска пять блокпостов. Водитель, подъезжая на блокпост, сначала проверяет его сотрудник СЭС на предмет выявления коронавирусной инфекции. Если ничего не выявлено, подходит сотрудник полиции, берет у водителя удостоверение личности, забивает его и планшет. Если в планшете написано проезд можно, слово «да», то тогда данную машину осмотрели, все зафиксировали и пропускают. Если нет, данная машина, выезд и заезд запрещен. Семь лица судили в Северном Казахстане с начала года за коррупционные преступления. Четырех приговорили к лишению свободы, остальные отделались штрафами. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель областного департамента, агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, Ернар Баянгазин. Подробности в следующем материале. Чрезвычайное положение не остановило работу антикоррупционщиков. В рамках проекта «Адалкомек» они по-прежнему оказывают правовую помощь североказахстанцам, только в онлайн-формате. А еще совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамикен» проводят мониторинг по реализации дорожной карты, в рамках которой работают по защите бизнеса от коррупции. Сотрудники проектного офиса защиты бизнеса и инвестиций осуществляют антикоррупционное сопровождение проекта, где вместе с предпринимателями проходят все стадии реализации бизнес-проекта от получения разрешительных документов до успешного запуска и его дальнейшей стабильной работы. В Северном Казахстане уже подписали соглашение с 20 местными и иностранными инвесторами на 160 миллиардов тенге. Сумма внушительная. С момента образования нового органа, департаментом, агентства по противодействию коррупции в Североказахстанской области подписано 7 соглашений. За 2020 год уже подписано 3 соглашения о сопровождении инвестиционных проектов на сумму свыше 12 миллиардов тенге. Планируемая дата ввода эксплуатации – это 2021 год. Теперь о статистике. По итогам первого квартала 2020-го в профильном ведомстве выявили 19 преступлений. Львиная доля, а это 84% – коррупционные факты. В производстве находилось 42 уголовных дела, 18 из которых прекратили по реабилитирующим основаниям. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составляет порядка 30 миллионов, возмещено 8,9 или 30%. Наложен арест на сумму порядка 139,7 миллионов тенге. Изоблечен один из руководителей государственных органов областного уровня. Всего с начала года к уголовной и административной ответственности привлекли 7 лиц. К слову, это на 3 человека больше, чем за весь 2019-й. Четверых уже приговорили к лишению свободы, а трое отделали штрафами. Абай Альжанов, Новости МТРК. 2 и 3 апреля для мониторинга паводковой обстановки в регионе провели облет потенциально опасных зон. Ситуацию оценили заместитель министра внутренних дел страны Юрий Ильин, зам Акимобласти Антон Федяев и главный спасатель региона Рамиль Камалов. Мониторили обстановку на озерах Имантау, Малой и Большой Тарангу, реке Есиль и ее притоках. Осмотрели плотину Сергеевского водохранилища. По итогам внесли корректировки в план по защите населения от паводка. В целом, его прохождение наблюдается благоприятным. 2 апреля глава государства Касымжумар Тукаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск вооруженных сил. К военнообязанным относятся граждане, состоящие на воинском учете и признанные годные по состоянию здоровья. А вот освобождаются лица, связанные с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка, авиационный персонал, работающий в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту спецтехники на период посевных и уборочных работ. Педагоги – военнообязанные женщины, а также те, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет. И те, в отношении которых ведется следствие или уголовное дело рассматривается судом. Еще одна категория – военнообязанные, избранные депутатами. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. При этом военнообязанные призываются на специальные сборы из числа приписанных бригаду территориальной обороны Североказахстанской области. Значит, количество и срок проведения специальных сборов будет определяться руководством области по согласованию с генеральным штабом. Как подчеркнул министр обороны, военнообязанные, которые призываются на специальные сборы, ежедневно по окончанию выполнения служебных мероприятий смогут убывать домой. На специальные сборы военнообязанные приобретают статус военнослужащего. Лучшая защита – это профилактика. В Петропавловске продолжают дезинфицировать подъезды. Генеральную уборку антисептическими средствами ежедневно, утром и вечером проводят жильцы многоквартирных домов. Где-то силами КСК, а где-то люди делают ее самостоятельно. Наша съемочная группа побывала на нескольких адресах и понаблюдала за процессом санобработки. Перила, стены, пол, почтовые ящики, окна, двери и ручки. Дезинфекцию подъезда в доме по адресу Ауэзова, 180, начали 15 марта. Проводится она ежедневно, утром и вечером силами КСК. Для этого председатель кооператива нанял четырех работников. Средства выделяют, конечно, из бюджета КСК. Конечно, это большие затраты, но это необходимо делать. Покупаем спирт, хлорные таблетки и мешаем, сами наводим растворы и стараемся проводить дезинфекцию. На одну обработку уходит порядка 10 литров такого раствора. Дополнительно используют антисептик. А вот в доме по адресу Алма-Атинская, 28, КСК нет с 2013 года. Ждать, что кто-то придет и проведется на обработку подъезда, в жильцы не стали. Выбрали старшего по дому, который контролирует всю работу, собрали средства на дезраствор и принялись за уборку. Выходим на обработку мы все по очереди, в соответствии с графиком. В каждом подъезде нашего дома он свой. Проводим дезинфекцию утром и вечером, иногда даже и в обед. Жильцы сразу согласились делать обработку, ведь это очень важно. От этого может зависеть наша жизнь и жизнь наших близких. Инициатива жителей, их понимание ситуации и желание помочь себе самим в первую очередь только приветствуется, говорят в городском Акимате. О дезинфекции подъездов должны помнить все горожане, проводить ее регулярно во всех многоквартирных домах. Их в нашем городе больше тысячи. Хотим сказать, что те средства, которые заложены по ежемесячным выплатам за обслуживание дома, этих средств не хватает, поэтому жильцам необходимо отнестись к этому с пониманием и по мере возможности дополнительно выделять средства, так как это имущество, в соответствии с статьей 35, это общая древняя собственность, то есть это их собственность и в целях их безопасности нужно как-то усиливать контроль, то есть дополнительное вложение, потому что химреагенты это не дешевый. В случае, если КСК будет уклоняться от дезобработки подъездов, то их будут привлекать к административной ответственности штраф в размере от 10 до 20 МРП. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok